приветствую вас друзья на канале даниила и ларисы подъехала новая партия эссенций для любителей легкого самогона в двух словах о чем пойдет речь в этом видео на нашем сайте craft store ссылочка будет в описании ролика вы найдете эссенции французского производителя нейн для приготовления алкоголя эти эссенции они сами не алкоголя содержащие это набор ароматических и вкусовых добавок с помощью которых можно из водки спирта или обычного домашнего алкоголя приготовить известные напитки я уже делал видео обзор в котором мы делали коньяк еще несколько интересных напитков 10 правом углу сейчас будет подсказочка сегодня мне подъехала партия эссенций совершенно совершенно на мой взгляд интереснейшими напитками я вам сейчас расскажу что здесь первую очередь что мне очень интересно ликер бейлис далее текила да моя любимая текила я ее пробовал делать из набора для настаивания сухих ингредиентов получилось ерунда далее друзья джим и гермейстер ликер бехеров к абсент и горилка лайм но горилка лайм это я просто взял для ассортимента но на самом деле я взял самые противоречивые на мой взгляд напитки которые требуют сложного приготовления и сегодня собственно говоря с помощью этих эссенций мы приготовим напитки немножко дадим им настояться что касается вот настаивание нужно сказать несколько слов производитель рекомендует не употреблять напиток сразу минимум это 24 часа за это время меняется профиль и вкусная напитка но идеально будет выдержка напитки напитка а после внесения его в алкогольную основу в течение недели за это время произойдут все реакции в спирте полностью изменится профиль напитка я пробовал уже эссенцию коньяк через день через три дня через неделю и через месяц и действительно вкусовые качества напитка меняются достаточно кардинально напиток с сроком выдержки с прохождением реакций становится значительно вкуснее со значительно более интересным вкус ароматическим профилем друзья для основы у меня здесь 40 градусная сортировка это разведенный спирт и для бейлиса я взял 25 градусов думаю этого будет достаточно я приготовил 7 бутылок для того чтобы воспроизвести 7 напитков и соответственно вы можете задать вопрос откуда у меня такое количество спирта конечно же спирт я делаю сам на реке на ректификационной колонне и в нашем интернет-магазине craft store ссылочка напомню в описании ролика вы можете приобрести самый большой в украине выбора оборудования для приготовления домашнего алкоголя вы можете у нас приобрести абсолютно все начиная от простенького дистиллятора заканчивая 10 ректификационной колонной до 4 дюймов в то есть и флейты и тарельщатые колонной и насадочные ректификационные колонны до 4 дюймов это отдельная тема для отдельного видео самое главное что я хочу сказать здесь это то что при покупке любого аппарата в сборе на нашем сайте по украине вы получаете бесплатную доставку и в подарок пачку дрожжей на 100 литров от украинского производителя hot rod также друзья мы доставляем все наше оборудование в европу америку канаду израиль и еще некоторые страны по запросу поэтому обязательно перейдите на наш сайт и зах сохраните его как минимум закладках потому что у нас самый большой интернет-магазин в украине товаров для домашнего крафта в частности для ректификации дистилляции пивоваренья у нас можно купить все начиная от колонн сборе заканчивая мелкими деталюшками такими как шланги краники фитинги быстросъемчики и все это на одном сайте что очень удобно также друзья обратите внимание на наш комплекс ректификации и дистилляции первак это одна из самых совершенных автоматик я говорю это с уверенностью потому что мы полностью с нуля разрабатывали эту автоматику она постоянно модернизируется и на сегодняшний день имеет один из самых обширных интерфейсов пользования автоматизируя дистилляцию ректификацию пивоваренья также имеет очень широкий ручной режим при этом автоматика имеет удобное приложение для iphone и android вы можете зайти соответственно на play market и appstore скачать приложение по запросу первак вот он на экране на нашем сайте есть код эмуляции для активации приложения в самой автоматике вы заходите в описании автоматики там есть код эмуляции вы можете поклацать приложением и посмотреть возможности автоматики также автоматика работает в америке великобритании с напряжением 110 120 вольт соответственно 50 60 герц поэтому вот здесь он будет ссылочка кстати опять же таким на плейлист с обзорами автоматики посмотрите пожалуйста эти обзоры комплекс действительно уникальный а мы с вами перейдем к приготовлению прекрасных напитков из эссенции для приготовления 1 литра напитка нам надо 4 миллилитра эссенции при этом ее необходимо хорошенько взболтать вот у меня очень большой вопрос что получится с бейлисом по аромату это действительно пахнет бейлисом но я не представляю себе как такой сложный ликер можно сделать из обычного концентрата поэтому 2 миллилитра на пол-литра отправляем сюда споласкиваем шприц и незамедлительно продолжаем продолжать содержимое каждого вот этого флакончика рассчитано на 10 литров алкоголя в описании ролика вы найдете прямую ссылочку на сайт а мы с вами друзья за считанные минуты получили по пол-литра абсент горилка лайм джин интересно как она сейчас пахнет пахнет джином посмотрим что будет через неделю далее бехеров к вкусненько чё тут у нас еще текила может быть я наконец своей любимой текилы найду что-то чем можно ее быстро сделать эгермейстер и бейлис к бейлис у меня серьезные вопросы это на бейлис конечно по виду не похоже боились густой ликер но пар по аромату это очень похоже на бейлис друзья оставляем все это на недельку отдохнуть и через неделю мы с вами проведем дегустацию соответственно я расскажу похоже это достойно или фигня полная друзья прошло 10 дней напиток стабилизировался и наступил радостный момент дегустации но собственно говоря этот же момент я могу назвать возможностью нажраться перед камерой конечно этого делать не буду но возможность такая есть как вы помните у нас было 7 напитков конечно же вы помните это и самые большие вопросы у меня к бейлису конечно же что касается спиртуозности она здесь велика что касается запаха она сильно похожа на бейлис но видите какое он то есть мы имеем не что что крепко осела на донышке его еще попробую взболтай я думаю бейлисом тут и не пахнет не по густоте понятно что по крепости тоже не пахнет и давайте в первую очередь вот аромат реально бейлиса аромат реально бейлиса и ничего не могу сказать остается только попробовать но это полное могу вам сказать то есть бы лесу это не имеет никакого отношения какая-то нот как может его больше надо дозировка написано такая 4 миллилитра эссенции на литр соответственно алкоголя я думаю что стоит попробовать его добавлять больше но так это бейлису не имеет ровным счетом никакого отношения и мы продолжаем со следующим испытуемым и меня больше всего интересует конечно же пикела потому что в текилу я влюблен у меня с ней произошла любовь с первого взгляда в мексике во время нашего путешествия и что я могу вам сказать это пахнет текилой давайте пробовать давайте будем пробовать у меня очень серьезные сомнения потому что как раз текилу я не нашел я постоянно еще метод сделать текилу методом какого-то настаивания сделать реплику покупал разные наборы мне присылали на обзоры наборы текилы но все это к текиле не имеет никакого отношения посмотрим что нам даст эссенция друзья это похоже на текилу это реально похоже на текилу очень приятная пойло я бы так сказал я удивлен я реально удивлен не хватает соли и лимончиков текиле могу если сравнивать ее действительно с настоящей текилой ну вот если бейлис сравнивать с настоящим бейлисом то этому напитку я ставлю двойку а текиле я ставлю твердую четверку с плюсом мне прям понравилось послевкусие вполне достойно вполне похоже ну и давайте давайте вот это я уберу отсюда чтобы она меня не заслоняла и мы с вами продолжим дегустацию и следующий у нас джин по запаху претензий нету пробуем по вкусу тонкий аромат и это реально похоже на джин по вкусу как-то не очень концентрировано то есть есть сладость это дне сухой джин есть какая-то конечная сладость есть есть нотки можжевельника но не какие-то очень слабенькие опять же таким возможно возможно стоит увеличить концентрацию но вот мне здесь не хватает концентрации напитка то есть по вкусу это реально джин но он какой-то очень вот такое впечатление что он разбавлен с водкой ставим джину троечку с плюсом может быть четверочку и незамедлительно продолжаем продолжать для этого мне надо помыть рюмку ну и давайте по сложности горилку лайм мы оставим напоследок всем виноградинку и в это время налью эгер смотрите по аромату я сразу же заметил что из всех этих напитков гермейстер больше всего похож на оригинальный аромат вот и кстати бейлис похож был на оригинальный аромат но по вкусу там ничего общего вообще не было ну такой себе приятный напиток и в рюмке он похож на эгер друзья и по вкусу он реально похож на эгер он реально похож на эгер очень мягкий где-то какие-то нотки сладости то есть вот он реально очень похож на эгер этому напитку я могу смело ставить твердую пятерочку и хочу вам сказать что многие напитки я после того как вот я делал текилу из набора для настаивания и все это перегоняю поэтому я вам скажу точно что бейлис и и текила наверняка пойдут на перегонку а этот эгер не стыдно поставить на стол реально напиток похожий и заслужил твердую пятерочку у меня снова моцион с помыть рюмочку ну и коль пошла такая канитель с ликерами следующий испытуемый у нас бехеровка тоже достаточно интересный ликер либо я уже набухался либо аромат похож надо виноградинку на было кофейные зерна взять у меня нет кофейную зелью я покупаю молотый кофе и вы сейчас меня заплюете дай на она уже набухался сейчас буду излишний разговорчив мы пробуем бехеровку я не могу сказать что это сто процентов бехеровка хотя и очень давно не пил реально лет пять или шесть очень приятный ликерчик с таким хорошим букетом но я думаю что мне надо чем-то сейчас перед абсентом основательно закусить то есть он мне нравится я могу поставить четверку с плюсом ближе к пятерке я не могу точно утверждать что это сто процентов вот если с эгермейстером я его пил недавно совершенно и я могу утверждать что это вкус эгеров то с бехером у меня сомнения но ликер очень приятный и его можно оставлять это сто процентов его можно оставлять а я пошел мыть рюмку вы наверное сейчас подумаете чем ты не подготовил 6 рюмок для дегустации бегаешь вот это мыть я вам открою секрет мы с ларисой живем и снимаем практически в походных условиях поэтому нас всего две рюмки потому что бухаю в нашей семье только я зачем у нас две рюмки я не знаю просто так купили потому что покупали всю посуду по 2 также у нас также у нас амсент по цвету по поводу цвета этот анекдот хороший вспомнил наверное все таки его расскажу начало восьмидесятых встречается президент рейген с генеральным секретарем брей же брежневом и дискутирует на тему мощи соединенных штатов и советского союза вот и в результате дискуссии леонид ильич брежнев предлагает рональду рейгену спор пари кто какая из держав так сказать мощнейших машин государственных сможет сделать из говна масло взяли срок месяц и договорились через месяц встретиться проходит месяц соответственно встречается рональд с леонидом ильичом дорогим и рональд такой грустноватый а поспорили на серьезную сумму денег может на ракеты спорили может еще на что-то в общем история об этом умалчивает и значит леонид ильич спрашивает на что ронин хотя получилось да нет говорит леонид ильич чё-то все ученые всей страны все научные исследовательские центры бились над поставленной задачей в течение этого месяца но результат близок к нулю а как у вас дорогой леонид ильич у нас говорит 90 процентов успеха уже желтая на хлеб мажется единственная проблема запахом осталось так вот это я об акценте по запаху он похож на акцент по цвету он похож на акцент как и масло из анекдота леонида ильича реально по запаху очень похож на акцент ребят прекрасно это просто прекрасно вот акцент реально прекрасен это это реальный акцент и если бы основа была градусов 6570 то это была бы бомба ракета он реально прекрасен я честно вам скажу что я ничего не пробовал ранее просто идеально абсент идеальный он получает твердую пятерку с плюсом я мою рюмку и у нас осталась горилка лайм и хочу вам сказать что я честно даже не знаю с чем эту хреновину можно сравнивать потому что такого напитка как горилка лайм в природе не существует он существует только в искаженной реальности французских создателей эссенций но все мы немножко живем в искаженной реальности поэтому она причем так и называется горилка лайм не водка лайм а именно горилка лайм я это конечно полностью приветствую но напишите сейчас в комментах если вы знаете такой напиток горилка лайм и на что он вообще должен быть похож ну соответственно горилка понятно это маленькая обезьянка вот вам скажу это полная херня это полная херня это какая-то химка вообще такое впечатление что тогда размололи леденцов таких самых химических самых дешманских размешали чуть-чуть сладковатая с химическим запахом лайма с химическим ароматом лайма не может она как-то и зайдет уже после сколько у меня там 6 рюмок за спиной после 6 рюмок скажу если сейчас хорошую компанию немного закуски колбаски какой-то домашней нажарить горчички кетчупа и какого-нибудь близкого человека с которым можно нахерячиться то и горилка лайм зашла бы ну а так херня полная честно друзья такое что-то странное но в то же время интересное но странное в то же время интересное я просто не знаю с чем его сравнить и поэтому поэтому наверно скажу что напиток нормальный и его можно можно попробовать по крайней мере он интересный он интересный реально но какой-то у меня такая сразу ассоциация это кстати первая эссенция в которой я сразу же почувствовал синтетический вкус потому что это проф деформация недавно сделал вискарь и вот после настаивания он у меня просто явно алина сакс клетки делал я делал облагораживание на сакс клетки я выпустил видео на этот счет и получился в общем неплохой вискарь такой с ароматом дубовой бочки он мне показался немножко рисковат это было пару месяцев назад я его оставил в стекле и собственно говоря он у меня стоял я про него даже забыл вчера у меня появилось дикое желание нажраться я достал этот вискарь взялся яблочного сока и я был поражен насколько этот напиток изменился за два месяца в стекле он просто а стал как хороший марочный виски кстати видео как я его готовил есть на канале друзья на этом у меня все ссылка на эти на эссенции будет в описании ролика сегодня бухать уже наверно больше не буду уже набухался и так этими пробами горилка live меня конечно удивило хорошая штука погнал друзья обязательно подпишитесь на канал и оставайтесь с нами так как это видео такое более информационное более рекламная я не призываю вас покупать эссенции я всегда говорю что все эти напитки можно создать практически по заводской технологии и о создании многих напитков на канале есть видео но для этого придется крепко заморочиться если вы начинающий винокур то заходите на сайт craft store покупаете ректификационную колонну делаете чистый спирт покупаете у нас эссенции и через два-три дня у вас на столе напитки которые вы можете удивить которыми вы можете удивлять ваших друзей конечно через некоторое время вы придете к тому что будете виски абсенты и все остальное готовится самостоятельно подбирая ингредиенты эти эссенции хороши для начинающих друзья я уже говорил про подписку я немного пьяный подпишитесь на канал жмакните колокольчик там лайки все как положено а мы с ларисой снимаем для вас новые вкусные видео всего доброго пока